В эфире программа «Городские встречи» в студии Дина Ислеева и сегодня у нас в гостях Татьяна Постельных, научный сотрудник Окского природного биосферного заповедника. Здравствуйте! Здравствуйте! Татьяна Владимировна, расскажите, сколько сейчас журавлей живут в заповеднике? В питомнике редких видов журавлей у нас сейчас проживает 62 журавля семи видов, обитающих на территории России. Это молодые птицы? Разные. У нас есть и возрастные птицы, и годовалые птенцы на выпуск природы. А они все выращены в заповеднике? В неволе, то есть? Нет, не все. Ну да, практически все, но часть из них к нам приходит из природы. То есть это какие-то подранки, которые уже не смогут жить в природе, как бы благополучно живут у нас во вольерах. А как вы в их вольерах? Были случаи, когда сами приходили, то есть на крики журавлей, подранки серых журавлей, журавлей приходили на зов своих, так сказать, соплеменников. Мы их как отлавливали специальным образом. Кто-то нам присылал, то есть приезжали к нам журавли из Якутии, там, где находили их другие люди, сообщали, значит, к нам на питомник. Их уже забирали целенаправленно, как бы, к нам в питомник. Ну, когда они попали к вам в патриархидитацию, требуются? Ну, конечно, то есть с ними проводятся различные и ветеринарные обследования, анализы, специальная паразитарная обработка. То есть все-все-все, весь цикл. А они проходят у нас курс, ну, в смысле, отдельно живут в карантинный блок, в котором они у нас проходят определенный срок, вот этот карантинный, должны пробыть в уединении. И только после определенных ветеринарных уже каких-то действий мы их соединяем с нашим основным маточным пугалой. Насколько сложно им бывает в новом коллективе, так сказать? Ну, журавли, они вообще не живут стаями. Они только в дикой природе в стаи собираются во время миграции. Более естественно для журавля жить парами, то есть самец-самка. И мы стараемся всех наших питомцев содержать именно таким образом. То есть мы подбираем самца и самку. Этот процесс бывает в разных ситуациях, то есть по-разному. Кто-то очень быстро находит общий язык пара и начинают вместе общаться. Кто-то, наоборот, может в течение нескольких месяцев, полгода присматриваться. Только потом могут объединиться в семью журавлиную. Почему такой сложный процесс? Ну, потому что журавли, они тоже чем-то похожи на нас. У них должны совпасть характер, можно сказать, совпасть. Какий-то вот темперамент. Всё как у людей, собственно говоря. Если они друг другу не понравились, очень сложно убедить в том, что им надо быть вместе. Вот в природе точно так же, собственно говоря. Просто в закрытых условиях это сложнее. Требует больше внимания и наблюдения со стороны сотрудников. Потому что если в природе повздор или там самец, партнёры, как-то там какой-то конфликт вышел, то кто-то из партнёров уходит с территории и конфликт разрешается. Здесь же в замкнутом пространстве сложнее. Очень важно, чтобы сотрудники всегда были на чеку и наблюдали за нашими питомцами. А вот если самка отложила два яйца, что дальше делают сотрудники, чтобы спасти второго птенца? Ну, у нас даже бывает так, что не только два яйца. То есть в природе это в норме два яйца откладывает пара самка. Если же вдруг случаются какие-то непредвиденные ситуации, то есть или хищник разорил, или какие-то катаклизмы природные, скажем так, то стараются через две недели, если благополучно всё, то есть ситуация и с кормами, и в природе, если всё их устраивать, то они могут повторную укладку сделать, ну, где-то около двух недель разница между двумя укладками может быть. То есть повторная укладка возможна. То же самое сделаем в питомнике и мы. То есть для того, чтобы получить, возможно, большее количество... Ну, в данном случае нас интересуют стерхи, да? Стерха – это сибирский белый журавль, который гнездится только на территории России и нигде больше. Поэтому основная задача питомника – именно разведение и выпуск природы белого журавля стерха. И вот именно для стерха мы применяем такой метод, как бы сами хищниками такими являемся. То есть мы изымаем первую укладку у пары, таким образом стимулируя делать повторную укладку. И здесь уже как бы мы решаем, то ли положить первую укладку парам, которые выполняют у нас роль приемных родителей, либо у нас есть специальные надежные инкубаторы, в которых у нас птенцы проводят так, ну, то есть весь инкубационный период могут проводить. Или частичная инкубация искусственная может происходить. Что касается также в природе, особенно стерхов, что выживает, как правило, из двух появившихся на свет птенцов, выживает только один. В силу вот этой внутривидовой природной агрессии птенцов друг к другу, то есть выживает сильнейший. Здесь же мы стараемся забрать у пары одного из птенцов, таким образом давая возможность выжить, шанс выжить и тому, и другому птенчику. И здесь либо, опять же, воспитываются приемные родители, либо есть особый метод изолированного или костюмного воспитания, когда человек, скрывая свой образ, берет на себя вот все роль родителя такого, то есть учиты птенцов жизни, если так можно назвать. Мы их обогреваем, кормим, выгуливаем их в естественных природных местах, то есть это заболоченные территории, где они обучаются уже кушать естественные корма, для того, чтобы им проще было выжить в природе. Насколько тяжело поднять, так сказать, птенца, а ребенка мы понимаем, что тяжело. Да, практически, собственно говоря, то же самое. И когда я стала мамой, я поняла, что это, наверное, не меньший труд, потому что каждый птенчик у нас живет индивидуально, то есть они не могут в силу своей природной агрессии, они не могут находиться в одном помещении до двухмесячного возраста. Каждый птенец у нас живет в отдельной вольерке с уличным выгулом, с внутренним теплым помещением. Каждый птенец нуждается в ежедневном и прогулках, и шестиразовом кормлении. То есть с шести утра до девяти вечера, каждые три часа сотрудник к каждому спинцову должен подойти и специальным кормовым инструментом, таким вот подобием клюва головы стерха, накормить этого птенчика. Не все всегда едят. Ну, как и дети, у каждого есть свои вкусовые предпочтения, у каждого есть свои какие-то периоды, когда он то не хочет, то не хочет, в общем, поуговаривать еще надо. В общем, все как у детей. А на волю отпускается, в общем-то, большинство этих птенцов или как-то отбираются там сильные, допустим? Ну, сильные, слабые, сложно сказать, в условиях неволи. То есть уже их основные качества, конечно, проявляются именно во время выпуска. То есть кто-то мог быть доминантным и сильным самцом, например, в неволе, рядом с костюмом, так сказать, или с мамой, с папой. А в природе он как бы более сложно ему адаптироваться. То есть тоже очень индивидуально, каждая птица индивидуальности, никогда не знаешь наверняка, кто из них имеет большие шансы выжить в природе. А как вы решаете, кого вы выпустите на? Ну, в общем-то, если большую часть птенцов, то есть если нам генетически ценных птенцов, мы стараемся, если того требуется, как и производственные необходимости, оставлять себе. Остальных же птенцов, которые не проявляют каких-то либо признаков недомогания здоровья, мы выпускаем, в общем-то, вне конкурса. То есть отбора у нас такого нет. То есть мы выпускаем всех птенцов. А через какой период? То есть сколько он живёт в питомнице? Вот сейчас у нас уже несколько лет, мы стараемся их передерживать целый год даже. То есть, наверное, в полуторагодовалом возрасте, когда уже птенцы окрепнут и окончательно, так сказать, возмужают, мы их выпускаем, получается, где-то год и 3-4 месяца им. Но они уже взрослые птенцы. То есть, кажется, для ребёнка года 4 месяца – это мало. Для птенца, на самом деле, это уже практически взрослая, сформировавшаяся птица. Потому что основной период роста приходится на первые 4 месяца жизни. То есть вот с маленького птенчика, весом там 120-130 грамм, или даже меньше бывает, то есть он вырастает в полноценную птицу, 4-5 килограмм минимум, и способную лететь за своими родителями, то есть 6 тысяч километров может пролететь. То есть вот он за один сезон вырастает во взрослую полноценную птицу. И мы просто передерживаем их у себя в питомнике, как бы подстраховываясь, потому что наши всё-таки лишены были такой вот родительской опеки настоящей в природе закалки. Поэтому мы стараемся их выпускать чуть позже. Ну вот у нас сейчас есть видео, когда гуляют на болоте птенцы. Вот давайте про него расскажем. Ну там видео есть уже, которое мы снимали именно в процессе объединения. То есть я вот говорила о том, что первые два месяца жизни стершата живут отдельно, каждый в своей как бы квартирке. А уже где-то с двухмесячного возраста мы стараемся их объединять в единую стаю. И то есть сначала мы их понемножку начинаем, как бы они проходят с ближения на каком-то расстоянии безопасном, потом всё ближе и ближе. И если там на первых прогулках каждый сотрудник отвечает за своего птенца, то здесь уже как бы коллективная прогулка и птенцов, и несколько, может быть, киперов в этих специальных костюмах, которые, ну то есть вот уже по факту со взрослыми птенцами, они просто следят за тем, чтобы птенцы не поссорились, так бы скажем, чтобы они были в безопасности. А вот попадает птенец на волю, вот насколько сложно ему бывает адаптироваться и вот уже вместе с другими птицами там собраться в стаю, полететь, на юг и так далее? Ну, адаптироваться, в принципе, наверное, не сложно. Сложнее как раз найти себе ту стаю, которая сможет довести его до мест назначения. А так, в принципе, наши птенцы вполне сильные и мы считаем, что всё-таки мы их учим хорошо себя чувствовать в естественных природных условиях. А если вдруг получилось, что стая не приняла, что тогда дальше вы забираете? Да, были случаи возврата, когда нам звонили с разных мест, там, где близ выпуска, забирали птиц, привозили обратно. Некоторых выпускали повторно, после годовой передержки. Кто-то оставался на месте, то есть кого-то мы не пускали, а отдавали в разные зоопарки. Вот у нас несколько птиц, которые после неудачных выпусков, то есть после возврата, одни у нас же благополучно живут, размножаются во многих зоопарках России. Как вы следите за теми птицами, которых выпустили на воле? Ну, с этим сейчас сложнее всего, потому что выпускаем мы их на территории Западной Сибири. Это очень большая территория, где невозможно фактически реально отследить перемещение, передвижение птиц или в местах миграционных скоплений. Сейчас это Астраханский заповедник. Там первое время отслеживают и сотрудники наши, и заповедник Астраханский сотрудники, отслеживают передвижение, но, к сожалению, мы не всегда можем на больших территориях это сделать. То есть какие-то сведения, то есть мы надеемся получать, каждая птица имеет индивидуальную метку, кольцо, по которому можно определить ее. Последние годы у нас идет работа по мечению птенцов специальными GPS-GSM-передатчиками, которые могут показать путь миграции, вообще ее судьбу. Но пока еще это на уровне экспериментов, и первые эксперименты были не очень удачными в этом направлении. Мы надеемся, что дальше пойдет у нас лучше. А сколько в год птиц вы примерно выпускаете? Разные годы по-разному. То есть примерно это от 5 до 10 птиц. Насколько важно это делать? Я так понимаю, что без вашей помощи в природе бы стерхи исчезли вообще? Нет, не исчезли. Не исчезли. Да, дело в том, что у нас есть, мы как раз боремся за спасение одной из популяций. То есть есть две популяции, восточная и западная. И западная – это как раз наша тема, наше направление работы. Там насчитывается меньше 20 птиц всего. То есть в России. Нет, нет, не в России. Это я говорю о западной популяции. Есть еще восточная популяция, якутская. Там 4 тысячи особей. То есть не так все плохо, как вот с нашей западной. В общем-то и сказать, чтобы она без нашей поддержки исчезла. Нет, не исчезла. То есть наша главная задача – это восстановление западной популяции и создание генетической базы стерха в условиях неволи. То есть если вдруг что-то случится, то у нас всегда есть пары, которые могут помочь нам восстановить популяцию. Период размножения длится с мая по август. Какая помощь требуется заповеднику вот в этот период? Да, не период размножения. Размножаются птицы у нас апрель-май. Потом уже идет период выращивания птенцов. Тут, в общем-то, в основном, если говорить о нашем питомнике, то мы стараемся привлекать волонтерские какие-то движения. То есть к нам приезжают волонтеры, которые помогают ухаживать за птенцами или за родительскими парами, которые воспитывают птенцов. Потому что это тоже большой труд. Нужно много усилий и внимания. Поэтому мы всегда стараемся призывать волонтеров на помощь. Какие требования к волонтерам? Ну, прежде всего, конечно, любовь к животным и к природе. Физическое, конечно же, здоровье. Активный образ жизни. Ну, в общем-то, и все, наверное. В гостях программы «Городские встречи» была Татьяна Постельных, научный сотрудник Окского природного биосферного заповедника. Спасибо, что пришли. Всего доброго. Наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До встречи на телеканале «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова